В республике подвели итоги конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенных пунктов. На суд жюри в этом году было представлено порядка 50 проектов из 20 муниципалитетов. Номинаций 5 все победители получат денежные призы. О самых красивых местах республики Дмитрий Ковалев. Вырваться в лидеры в этом конкурсе мог помочь только креативный подход. Члены жюри выбирали самые благоустроенные улицы, дворы, приусадебные участки, а также территории детских садов и школ. Озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы в границах представляемого участка, также прилегающей территории. По данным направлению первое место занял детский сад номер 5, родничок Урмарского района. Второе направление оформление цветников и уголков отдыха. В текущем году по указу направления поступило 11 материалов. Как правило участвуют рекреационные зоны, которые используются для отдыха. Первое место занял гостевой дворик усадьба, деревня Стрелецкая и Ядренского района. По третьему направлению озеленение и благоустройство улиц частного сектора. Первое место здесь заняла улица Дружбы, деревня Нижне-Турмышево Батаревского района. В пяти номинациях сразу по три призовых места за Батаревским, Ядренским и Урмарским районами. Но есть и пассивные муниципалитеты, от которых не поступило ни одной работы. Мне думается, что может быть есть необходимость для того, чтобы население знало об этом, чтобы больше внимания придавали, чтобы материально и морально поощряются. И указать те районы, где комиссия или комиссия не дорабатывает, или сельское поселение. То есть нет необходимой связи. Пример финалистов должен стать заразительным, отмечает глава региона. Финалистов конкурса наградят в ближайшее время в торжественной обстановке. Они получат премии на дальнейшее благоустройство. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.